доброго времени суток дорогие друзья мы сегодня поговорим с вами про физраствор затем затронем такие темы как почему используется физраствор почему его химический состав именно 0 9 хлорид натрия вот и собственно в каких каких случаях его используют и попытаюсь вам объяснить так вот на пальцах собственно почему же действительно вот на 9 на 3 хлор и как бы что такое с принципа смоза и так далее и тому подобное все вот очень кратко постараюсь объяснить так давайте начнем то есть для начала физраствор можете видеть вот так дал в таких пакетах то есть они есть абсолютно разные есть бутылках есть есть те которые пакетах печатных например рассмотрим вот такой вот здесь очень удобно сделано например в таком пакете то есть я могу сразу например и сюда поставить капельницу а если не нужно например сбивать какое-то лекарство то здесь есть специальное такое отверстие в которой могу старый шприц то есть набирать отсюда это физраствор для ингаляции для там то чтобы разводить какое-то лекарство вот и в принципе то есть много раз пользоваться да скажем так этим пакетом вот то есть вот так видит физраствор давайте определимся сразу поговорим о том в каких ситуациях мы используем и то есть мы ставим и инъекционным доступом физраствор то есть мы ставим мы ставим бабочку которые катеризация вены делаем кгн держат-то вены соответственно ставим физраствор ну сам распространение как бы давайте физиологии поймем то есть когда у нас плазма в крови увеличивается уменьшается простите соответственно кровь становится более густая то есть и это может повлиять на всякие разные процессы в организме да вот соответственно или когда у нас просто крови нет да то есть она вытекла например при обильных кровотечениях вот соответственно при вот этих ситуациях то есть мы будем использовать физраствор то есть например если скажем мы бежали да очень много там ковин супер-пупер марафон очень долго бежали у нас вышло из крови из плазмы кровью большая часть воды больше плазмы крови вышла вместе с солями вместе с потом то соответственно такой ситуации как бы объем крови уменьшился за счет уменьшения плазмы вот и а плазма 55 процентов составляет нашей крови 45 составляет метакрит метакрит это все частички такие как эритроциты лейкоциты тромбоциты и так далее только в таких ситуациях например используется тоже внутривенная внутривенный физраствор то есть инъекция внутривенного физраствора капельницы да также не стоит забывать про банальные ситуации когда человек например чем-то был болен например да и элементарно то есть он очень много рвал например опять же жидкость выходила с организма и в какой-то момент чтобы предотвратить обезбоживание обезбоживание то есть делают физраствор также во многих случаях используют физраствор и для того чтобы для того чтобы дать какое-то лекарство то есть например хотят ввести какое-то лекарство например и papaverin лекарство папаверин для для коликов и для почечных коликов например вот но хотят сделать куда то есть дозацию дата чтобы это как бы не моментально действовал чтобы там скажем мы то есть он получил скажем там 5 миллиграмм в час например вот и чтобы это сделать как бы 5 миллиграмм ну это очень проблематично дать то есть 5 миллиграмм разбавляют например там с 500 и милли грамм с 500 cc физраствора вот то есть грубо говоря мне в так то есть происходит от таким образом да то есть я беру на пакет физраствора беру шприц лекарством через это отверстие завожу сюда и лекарством получается в этом пакете вместе там скажем но в данном пакете у меня есть 100 миллиграмм 100 миллиграмм физраствора плюс будет еще например 5 миллиграмм какого-то активного вещества и вот отсюда я просто подключу капельницу и уже буду сам решать с какой скоростью то есть дозировать и то или иное лекарство в организм вот то есть об этом мы поговорили и теперь давайте затронем такую очень интересную тему я сам все время интересовался почему же вот 0 9 на 3 хлор то есть в принципе дистиллированная вода и там разбавлен то есть соль то есть но 9 на 3 хлор это соль с 0 9 процентов то есть принципе здесь везде написано да вот обратите внимание 0 9 судим хлорид инжекция здесь тоже до 0 9 здесь тоже но день то есть везде абсолютно но это используется но 9 почему первая самая простая причина давайте вот здесь прессовать плюс-минус да так чтобы было понятно то есть вот эта вот клетка этот клетка то есть положим что ядро в клетке этой мембрана в мембране клетки есть так называемые натрий хлор на натрий калевые насосы то есть собственно такие вот и такие скажем мы проходы до через который принцип питательные вещества проходит заходит выходе да то есть что-то клетка там в результате своего функционирования она выбрасывает то есть какие-то отходы да и что-то на кита питательные вещества в том числе и кровь там кислород и так далее она получает соответственно и внутри клетки есть как бы своя среда да и скажем вот это вот кровоток то есть вот здесь например находится кровь это вот будем скажем вот эта вот клетка напишем вот так вот это вот скажем кровь или организм на напишем то есть в принципе идея всего этого что у меня есть две среды первая среда это вне клеточная 2 внутри клеточная только внутри клетки уровень солевой баланс равняется 09 натрий хлор вот и соответственно снаружи он тоже равен натрию 09 натрий хлор то есть это такой скажем гомеостаз то есть это что-то такое что вот в данной ситуации а принцип осмоза заключается в том что жидкость переливается от от большего к меньшему да то есть грубо говоря если скажем например у меня вот здесь было бы ну простой примерно мне здесь скажем было бы 1 и 5 натрий хлор а здесь 09 то естественно как бы вот часть вот этой соли она ввелась в клетку а если скажем в клетке было бы больше соли чем чем скажем в крови то вся соль бы из клетки она бы вышла для того чтобы по принципу осмоза для того чтобы уравновесить попытаться уравновесить общий солевой баланс что получается что если я если мы в принципе в колем то есть сделаем инъекцию скажем простой десятирной водой например да просто аж 2 вода грубо говоря то есть принципе здесь тоже даже 22 плюс 09 натрий хлор то есть мы сделаем инъекцию простой водой то получается что в самой клетке в среде клеточной содержание соли у нас намного выше чем чем в крови да то есть получится что здесь 09 ну предположим что здесь у нас не вся как бы среда заменится водой да но разбавить и скажем здесь у нас даже будет 07 например например допусток мы скажем 1 литр 1 литр дистиллированной воды мы вкололи то что произойдет то в результате осмоза то есть вот эти вот каналы будут отдавать они откроются и будут отдавать соль из клетки то есть результате чего щелочный баланс солевой внутри клетки нарушится и клетка может погибнуть понимаете то есть и соответственно то есть произойдет это произойдет с одной клеткой да как бы со всеми клетками в организме то есть это очень как бы такая опасная жизнеугрожающая принципе ситуация да поэтому же принципу нам со время на курсе рассказывали что можно ну под логоанатомы могут могут определить в какой воде утонул человек то есть принципе все то же самое да вот давайте рассмотрим еще два примера вот скажем морская вода морская вода и вот и речная вода то есть пресная нам извините сразу за мой почерк но смысл такой то есть вот опять же нарисуем кровоток и нарисуем какую-то и нарисуем клетку и здесь тоже самое опять же все очень схематично объясняют то есть максимально доступно без каких-то терминологий без каких-то там медицинских то есть стараясь не вникать в сильную в сильную биохимию и физиологию организма то есть пытаясь объяснить вот этот процесс осмоза на пальцах поэтому как бы простите те кто смотрит более квалифицированные пользователи и так то есть примется при утоплении опять же я беру за внимание что утопление произошло не в результате асфиксии до когда нам например эпиглотис просто то есть там язык или эпиглотис просто как бы он и закрыл мне бронхи да и соответственно воздух и не проходил но то есть по факту как бы человек он вроде как бы утонул но в реальном просто задохнулся то есть скажем его легких не будет воды а я говорю такую ситуацию когда вот именно человек уже утонул то есть он полностью набрал воды так вот морской воде соответственно как бы извне пойдет и то есть у меня как бы во внешней среде увеличивается соль то здесь у меня будет соли больше натрий хлор потому что соответственно в морской воде натрий хлор там не 0 9 там много больше там ездит 20 процентов где 30 процентов то есть в разы больше соответственно и по принципу осмоза из-за того что здесь у меня больше воды во внешней среде внутренней то по принципу осмоза все это попытается ум навеситься и вот по этим каналам соль будет заходить в клетку и в один прекрасный момент просто произойдет разрыв то есть клетка просто не то есть она тоже принципе погибнет но погибнет за то что просто щелочной баланс у нее нарушен вот и как нам объясняли что принципе произойдет такой разрыв мембраны в конечном итоге в речной же воде у меня солевое содержание в клетке 09 будет во внешней среде из-за того что зашла вода как бы не соленая она будет намного меньше соответственно вся соль из клетки будет выходить и вот нам объясняю что под микроскопом если посмотреть то клетка будет просто скукоженная то есть она просто скукожица нужно отдаст всю соль вещь и весь свой сливой щелочной запас окружать она тоже погибнет вот именно в результате анализа на клеточном уровне тогда можно будет понять в какой воде например утонул человек это просто для общего развития итак друзья давайте подведем итог такой маленький урок физраствор 09 на 3 хлор запомните до 09 на 3 хлор это то что используется для инфузии для внутреннего доступа его используют его используют опять же при обезвоживании при больших горопотерях так называемый и павлимическом шоке с ним разбавляют лекарства и дозируют их точно так же используя ингаляции для промывки чего-либо то есть это дистиллированная вода и но 9 процентов соли и опять же мы ответили на вопрос почему нужен именно этот процентаж почему нужно именно 0 9 процентов соли потому что чтобы не запустил бы осматическое давление во внешней среде и то есть вне клеточный и внутриклеточный оставался ровным чтобы никакого никакого движения никого изменения в этом давлении не было для этого используется физраствор с процентажем 09 на 3 хлор друзья если будут какие-то вопросы спрашивайте с 20 на них отвечу и надеюсь что был для вас полезным если понравилось ставите лайк до связи